Крым остается главной темой сейчас и мы продолжаем ее обсуждать и последствия вот этих вот 12-дневных хлопков вместе с Рифатом Чубаровым, это председатель Меджлиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте, Рифат, рады вас видеть. Доброе утро. Давайте начнем вот с новости, которые я хочу вас спросить. Это вчерашние взрывы в Севастополе, главный штаб Черноморского флота, попадание дрона по предварительной информации. Несмотря на то, что российская сторона сказала, что все объекты были сбиты, тем не менее из публикаций, которые местные жители выкладывали в Телеграм и в другие социальные сети, были видны очень большие клубы дыма. То есть все-таки, если это было попадание дрона, то вот вы сейчас можете видеть на экране, ну, не выглядит сбитый объект вот так. Расскажите, пожалуйста, что вам известно, какая реакция местной оккупационной власти? Да, вообще надо заметить, что в течение трех дней, 18-го, 19-го, 20-го, именно Севастополь стал тем городом, куда трижды прилетали дроны, и там были задействованы средства противовоздушной обороны. И, конечно, наиболее вот такой резонансный оказался прилет вчера утром, когда беспилотник, в общем-то, попал в цель. Это гауляйтер Севастополя Развожаев говорит, что после того, как не удалось беспилотники сбить над морем, его все-таки смогли достать буквально над штабом. Но так не бывает, чтобы буквально над объектом и осколки, если бы это так было бы, они бы не дали бы вот такой эффект, который мы сейчас видели на видео. И не зря и власти Севастополя, оккупированного Крыма, вот вчера к концу дня, ну, настоятельно призвали, а по сути запретили всем крымским блогерам не размещать теперь видео, связанное с ударами дронов. Да, они сообщали о том, что все спокойно, все под контролем, но желательно пока не выходить на улицу. Но это то, что было обращено гражданскому населению. Понятно, задача максимально не рассказать правду. А, возможно, у вас есть информация о том, какая их была реальная реакция. Возможно, паника, возможно, они не ожидали такого. Начали какие-то производить действия, не знаю, переживать за свою безопасность, находить себе бункеры. Все-таки Крым как на ладони, как говорится. Но при всей важности военного аспекта всех этих операций, которые проводятся с 9 августа, с мощного такого нападения на удара на военно-аэродромного Федоровки, потом не менее успешного уничтожения склада боеприпасов под Джанкоем, уничтожения инфраструктуры очень важного на Крымском полуострове транспортного узла железнодорожного Джанкой. Вот это, конечно, все очень важно, но мне, как человеку невоенному, видится не менее, а может быть, более важное такое морально-психологическое значение всех этих операций. Я скажу, что Крым все эти дни гудит. Все обсуждается, разумеется, не так публично, чтобы мы это видели, потому что в Крыму все это грозит криминальным преследованием. Значительная часть крымского общества получила мощный заряд уверенности в том, что все 8 лет оккупации, сопровождавшейся очень правильной риторикой украинских политиков, наконец-то перешли в сферу практической деятельности. Все эти военные действия на территории оккупированного Крыма, вот те, кто остаются преданными украинскому государству, а это сотни и сотни тысяч людей, это крымские татары, это этнические украинцы, люди других национальностей, для них, конечно, это подтверждение своих ожиданий, но та часть, которая, их тоже очень много, только лишь около миллиона поселенцев, тех, которые незаконно поселились в Крыму, граждане России, они, конечно, у них теперь, ну, мне кажется, развеялись, но последние надежды на то, что их правители, те, которые сидят в Кремле, со своими утверждениями о том, что Крым навечно присоединен к России, что все эти утверждения оказались блефом, и эти люди теперь думают о том, как им строить дальнейшую свою жизнь. Прихват, вы упомянули как раз о преследованиях в Крыму. Хочу вас спросить о судьбе шести крымских татар, которых Российская Федерация обвинила как раз в участии в диверсии в Новофедоровке. Напомню, что их обвиняют в участии в запрещенной территории России организации Хизбут-Тахрир. Что сейчас с ними? Что с их судьбой? Что вам известно? Расскажите, пожалуйста. Я напомню вашим зрителям, телезрителям о том, что вот этот массовые обыски и аресты шестерых крымских татар состоялись именно в Джанкойском районе 11 августа, то есть после взрывов в Новофедоровке, но до взрывов, до уничтожения склада боеприпасов вблизи Джанкойа. И всех этих наших соотечественников обвинили в том, что они якобы принадлежат террористической организации, и они готовили террористические акты, направленные против Российской Федерации. Теперь, когда Министерство обороны России в одном из случаев, о которых мы сейчас говорим, а именно взрывы близ Джанкойа 18 августа объявило их последствиями диверсии, местные карательные органы ФСБ в Крыму пытаются соединить вот этих шестерых крымских татар с теми событиями, которые произошли именно в Джанкойе. Ну, их объединяет как бы то, что эти люди живут в Джанкойском районе, но здесь какая-то у них вышла неувязка по времени, но, конечно, это не остановит российских карателей. Если надо, они еще дополнительно арестуют людей, которые якобы еще остались в Джанкойском районе на свободе, и есть такое предположение, что они попытаются именно из этих шестерых крымских татар и сделать ту группу, которая вот и занимается диверсионной деятельностью, ну, как минимум на территории Джанкойского района. Однако многие правозащитники уже обратили внимание на то, что когда ФСБ показывало свои сюжеты, как арестовывают этих людей, это мы знаем, кто профессионально занимается поведением спецслужб России, что все то, что показывают на экранах, якобы упреждениях, ночных захватах преступников, это все постановочные сюжеты, они все это делают, как кино снимают. И вот в этих сюжетах по аресту шестерых крымских татар были вмонтированы сюжеты, связанные с арестом известного тоже крымского правозащитника Олега Приходько. Его обвиняют в принадлежности к правому сектору. Олег Приходько дома держал флаги красно-черные, крымско-татарские, украинские. Мы очень хорошо знаем интерьер его дома. И вот когда арестовывали крымских татар, демонстрировали, что это как бы интерьер их дома, что эти люди, которые принадлежат, ну по утверждению, разумеется, это не так ФСБ к исламским террористическим организациям, они дома на стене держат черно-красный флаг украинских националистов. В общем, я правильно вас понял, российская пропаганда, когда снимала сюжет якобы о задержании этих активистов, использовали подлог, то есть материалы, которые не соответствуют самому этому событию. Просто из архивных съемок что-то взяли, якобы показать для картинки, смотрите, мы тут всех арестовали причастных, и туда попала квартира вообще другого человека. Да, вы абсолютно правильно поняли, они взяли и скомпоновали своего архива некий сюжет якобы о Новых арестах. Рифат, почему Путин молчит? Скажите, 12 дней прошло с первого хлопка в Крыму. Ну, видите, мы меньше всего говорим о нем, потому что, ну, я лично стараюсь вообще не упоминать его имени, для меня это просто уже абсолютное зло, и его, как бы, ну, вот такой путь должен завершиться как можно быстрее на скамье подсудимых международного трибунала. Но если мы уже заговорили о нем, то мне представляется, что наибольший урон от всех этих военных действий, происходящих на территории Крыма с 9 августа, понес именно он с его утверждениями о Крыме как об особом сакральном месте России. Да и вообще, Путин поставил Крым, ее насильственный захват, в общем-то, во главу всей своей, ну, политики последних, последних десяти лет. И именно на крымской теме, на захвате Крыма, ну, то, что они называют присоединением, в общем-то, Путин хотел выстроить, кардинально повернуть всю внешнюю политику России, сделав ее такой, с которой бы считался весь мир. Но у него этого не получилось, поэтому то, что сейчас происходит в Крыму, для Путина это уже тоже реальное видение того, чем он закончит, и в том числе в отношении Крыма. Понятно. Тут позиция ваша абсолютно ясна. Спасибо вам огромное. Рефат Чубаров, председатель Меджлиса Крымско-Татарского народа, был на проекте «Фридом». Спасибо.